привет всем привет рада вас приветствовать в нашем прямом эфире все кто подключаются напишите пожалуйста видно ли слышно меня и мы будем с вами начинать всех приветствую кто присоединяется 7 доброго дня тема нашего сегодняшнего эфира это скульптурные гир лаковой базы мы сегодня с вами рассмотрим все варианты от прозрачных до камуфлирующих я расскажу в чем их особенность в чем разница чем они друг от друга отличаются напишите пожалуйста видно ли слышно хорошо и я буду разворачивать экран и начинать здравствуйте юля здравствуйте рада вас приветствовать так но я думаю что можно начинать разворачиваем ловим фокус и начинаем с вами работу сегодня мы с вами поговорим о базах о гель лаковых базах о гель лаковых материалах которые представлены в нашей линейке сегодня у нас эфир такой это будет больше сейчас я подниму это больше правого поболтать добрый день девочки рада вас приветствовать сегодня будем с вами просто болтать я на модели работать не буду потому что у нас достаточно обширная линейка гель лаковых укрепляющих скульптурных камуфлирующих баз хотелось бы внести ясность потому что ну например когда вы на сайт заходите либо в магазин заходите с другими мастерами общаются общаетесь иногда возникает ну некоторая путаница да вас много и прозрачных много и камуфлирующих много для чего они нужны что нам с ними со всеми делать а какие лучше приобрести какие лучше использовать конечно же универсального супер рецепта нет нет одной единственной базы которая я бы рекомендовала работать вот только ей и все или про файберы расскажу обязательно поэтому здесь вы уже как мастер должны выбирать сами лавировать сами отвечать запросам ваших ваших клиентов и я могу только скажем так немножечко направить здравствуйте здравствуйте я рада вас всех приветствовать все кто присоединяется всем доброго дня первое о чем бы мне хотелось сказать это прозрачные скульптурные базы для укрепления для выравнивания где-то для удлинения натуральных ногтей три основные базы это бейсгель медиум и максим это это и третья является прозрачной скульптурной базы которая не имеет в своем составе никакого цветового пигмента и нужна для выравнивания ногтей базой там наши линейки они существуют достаточно давно это продукт не новый и когда мы изначально этот продукт создавали придерживались и как бы взяли за основу такой концепт для каких конкретно ногтей то или иная база лучше подойдет я сейчас возьму карандаш и сейчас я хочу немножечко порисовать совсем чуть-чуть когда речь идет о бейсгеле бейсгель это прозрачная база с нее начала самая жидкая самая тоненькая в нашей линейке мы ее можем использовать в качестве самостоятельной базы для укрепления натуральных ногтей для ногтей которые сами по себе в продольном изгибе и в поперечном которые имеют поперечную арку свою хорошую то есть для ногтей такой изначально правильной архитектурой вот как правило когда у клиента свои ногти натуральные хорошие конечно на стоять будет все что угодно нам нет смысла здесь там выстраивать какой-то огромный центральный придольный изгиб выстраивать супер толщину нам нужно просто выровнять поверхности до наполнить немного в центре наполнить по бокам и обязательно наполнить толщину торца бейсгель вполне справится с этой задачей то есть здесь он будет выполнять функцию подложки функцию базового покрытия для прикрепления цветного покрытия для этого изначально у нас создавалась база под названием бейсгель так как база прозрачная база жидкая очень тонко ложащаяся на поверхность мы ее очень активно стали использовать в качестве покрытия дополнительного базового так как она имеет фактически стопроцентную адгезию под любые камуфлирующие базы потому что те базы которые в своем составе имеют цветной пигмент то есть они уже такой стопроцентной адгезии никакие иметь не будут поэтому вот для дополнительного прикрепления мы можем использовать бейсгель в качестве основы и под гелевую систему кстати для влажных ногтей тоже очень хорошо бейсгель подходит когда у нас речь идет о базе медиум мы должны понимать что здесь у нас уже во флаконе база более высокой вязкости то есть она не такая жидкая как бейсгель и на поверхность ногтя ну ее просто невозможно так сильно тонко размазать но только если очень постараться да поэтому изначально медиум база она создавалась для ногтей плоских в поперечном изгибе наверняка мастера особенно опытные мастера сталкивали с тем что у нас есть ряд клиентов у которых вот абсолютно ровненькие такие плоские натуральные ногти как правило свои ногти такие плоские они не отрастают до супер большой длины то есть это вот какая-то такая максимально натуральная и форма и максимально натуральная история соответственно когда ноготь в продольном изгибе абсолютно ровный нам необходимо его искусственно сделать изогнутым то есть вот этот изгиб создать искусственно и здесь нам конечно же толщина уже потребуется гораздо больше чем на ногтях уже анатомически изогнутых поэтому здесь для удобства мастера создалась база под названием медиум которая более густая то есть она не будет затекать то есть упростит работу мастера и позволит нам выполнить укрепление плоских ногтей фактически с одной капли также имеет хорошую адгезию хорошую прочность то есть отлично стоит на поверхности ногтевой пластины но для более плоских ногтей подходящие база максим имеет еще более высокую вязкость эта база фактически одна из самых густых в нашей линейке она предназначалась и создание ее предназначалось для того чтобы мастеру было удобно работать на ногтях вогнутых а зачастую эти ногти вогнутые трамплинообразные очень часто такая форма ногтевой пластины она у нас если сбоку посмотреть она скорее всего еще и будет такая трапециевидная с как правило с большими валиками с большими подушечками и для того чтобы было комфортно мастеру работать и материал не затекал в пазухе и можно было с одной капли выстроить вот этот продольный изгиб для укрепления натуральной ногтевой пластины база макси будет идеально подходить так как у нее самая густая консистенция и скажем так она даст мастеру возможность но чуть больше повозиться это вот основная скажем так суть вообще для чего нам в принципе нужна разная вязкость в базах разная консистенция конечно некоторые мастера даже медиум базу используют в качестве подложки у них состоит и это неплохо но вот изначальная функция у разной вязкости она именно такая для того чтобы использовать их на разных формах натуральных ногтей да вот кто-то с медиум начинает учиться да действительно это так потому что вязкость у нее с бейс гелем с укреплением пока вы такого опыта не имеете скажем так достаточно сложно его поймать чуть больше положили чуть дольше пальчик не переворачивали не сцентровали она могла растечься а вот медиум в этом плане более комфортно так хотелось бы мне отметить что на нашей линейке есть еще две прозрачные скульптурные базы абсолютно скажем так разного функционала здесь у нас представлена кера база и хард база кера база как бы это достаточно не прям конечно же новинка но не так давно в нашей линейке она представлена эта база которую достаточно долго прорабатывали это база для скажем так клиентов которые склонны к различным видам аллергических реакций я сразу хочу сказать что в нашей линейке нет там агрессивных каких-то кислотных баз которые могли бы вызывать проблему острой аллергической реакции у клиентов но здесь все индивидуальное конечно ну невозможно сто процентов чтобы всем одно и то же подходило действительно есть девочки у которых максимально чувствительная ногтевая пластина которые дают там реакцию не только на гелаковые покрытия но и на крема и вообще любые контактные вот истории с ногтевой пластины с кожей они конечно не исключены вот как раз таки кера база то есть это хемофри то есть свободно от каких-либо примесей максимально проработанная по составу она для таких клиентов подойдет по поводу вязкости мастерам будет знакомым да вот с нашими тремя основными базами будет работать максимально удобно потому что по вязкости но она примерно как медиум самовыравнивается тоже отличный блик получается этой базой можно выполнять укрепление на длинных ногтях ну то есть тут конечно мы работаем скажем так по принципу подбора и если вы видите например что вы сделали клиенту маникюры понимаете что где-то отсылочка пошла где-то прочности не хватило где-то наоборот немножко гибкости не хватило мы можем подбирать но для этого конечно нам нужно ориентироваться кера огонь супер ничего печет печет ну кого-то печет да возможно здесь по поводу температуры смотрите ну как правило считается что базы прозрачные это всего касается геля скульптурных прозрачные и молочные они считаются более пикучим а ну не печет мне вот смотрите тут опять таки все индивидуально кому-то печет кому-то не печет я себе хотя у меня в принципе такая ногтевая пластина знаете мне вообще все носится и гели и базы вообще все что угодно и медиум стоит и без подложки будут камуфляжи стоять но у меня чувствительная ногтевая пластина в плане температуры из меня будет база укрепления у меня будет сверху стоять цвет и я буду сушить теклос и буду чувствовать тепло в лампе поэтому тут по пекучести тоже все индивидуально очень далее следующая база особенно сейчас я вот так положу может за скрините особенно хочу поставить акцент именно по поводу хард базы потому что и конечно клиентам мы можем рассказывать и должны рассказывать как бы объяснять для чего что мы делаем какие материалы мы используем но прежде всего сам мастер должен понимать что хард база от всех остальных скульптурной базы отличается тем что она не растворяется ацетона содержащей жидкостью фактически хард база это больше маркетинг для клиентов которые боятся наращивания бояться твердого геля что ой 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 это там все сильно портит ногти то есть фактически тюбик у нас гель лаковой базы но мы можем провести аналогию что это твердое фактически гелевое покрытие прозрачное также скульптурно не растворяющая только если у вас клиент хочет максимально натурально с минимальной травматизации снимать только посредством размачивания вы должны понимать что хард база размачиваться не будет она прекрасная она твердая она не даст вот такой усадки как дает любая гель лаковая база она не будет так гнуться она будет очень хорошо стоять зоне свободного края но не размочится то есть здесь мы можем работать посредством коррекции и посредством работы с фрезой так это что касается у нас прозрачных прозрачных скульптурный баз по большому счету всеми этими базами мы можем выполнять небольшое удлинение мы можем где-то достраивать уголочек мы можем где-то выполнять небольшого там кусочка не хватает небо не хватает чуть-чуть длины то есть абсолютно всеми этими базами мы в таком формате можем работать когда речь идет не о какой-то большой длине прям полноценного наращивания на форме то есть эта скульптура для укрепления выравнивания и придания гладкого красивого гладкой красивой поверхности натуральных ногтей так это у нас была прозрачка следующее о чем хотелось бы с вами поговорить это базы цветные этот цветник это скульптурные базы которые также позволяют нам выполнять укрепление моделирование на поверхности натурального ногтя но при этом при всем эти базы в своем составе имеют цветной пигмент поэтому я абсолютно в 99 процентах рекомендую под скульптуру под любую наносить в качестве базового покрытия тонким слоем бейс гель для максимальной адгезии для максимального прикрепления к натуральному ногтю и для качественной процедуры для ваших клиентов чтобы у вас было понимание как мастера и гарантия для ваших клиентов что они хорошо качественно проходят в течение трех-четырех недель с маникюром что хочется по поводу скульптуру сказать цветовой пигмент во флаконе конечно же разный он разный не только по оттенку но и по плотности и есть базы которые предназначены для максимально такого натурального маникюра где вы можете тоже не покрывать например цветом но при этом вы должны понимать что пигментация у базы будет легкой легкой полупрозрачностью особенно если ноготочки коротенькие до небольшая длина нет большой толщины на поверхности мы видим что и понимать должны что здесь у нас будет просвечиваться линия гипонихия то есть под базой будет читаться натуральный ноготь это будет естественно и это будет красиво то есть есть базы с неплотной пигментации да не специально созданы такими чтобы сохранить максимально натуральный эффект а есть базы которые фактически заменяет нам цветное покрытие и эти базы очень активно можно использовать в качестве укрепления и подложки например в качестве для выполнения французского покрытия то есть вы выполнили укрепление все ноготочки у вас готовы френч нарисовали клиенты отпустили то есть вы должны четко понимать что эти базы будут иметь плотную пигментацию и не будет просвечиваться у нас сквозь этот пигмент линия гипонихия то есть ноготочек полностью как бы перекроется камуфляж стопроцентный есть базы которые в своем составе имеют небольшой шиммер да где там более активный где-то менее активный такой легкий блеск имеет но по функционалу своему то есть это укрепление и выравнивание натуральной ногтевой пластины цвета абсолютно разные да от нежных каких-то натуральных подходящих по цвет натурального ногтя до цветов которые по факту могут заменить цветное покрытие здесь палитра достаточно большая так как речь у нас сейчас зашла именно о скульптурах от цветных скульптурах я хотела бы и от вас тоже получить отчасти обратную связь сейчас очень активно очень плотно занимаемся тестированием новых продуктов сейчас создается новая формула в скульптурных базах я с ней сейчас активная работа безумно мне нравится это такой небольшой спойлер то есть пока я не говорю там а выходе нового продукта когда он выйдет сейчас это все на этапе тестирования и мне от вас хотелось бы получить обратную связь чего вам не хватает в базах прозрачных базах скульптурных то есть то чего например вам как мастеру хотелось бы но в нашей линейке нет если это обратная связь будет я буду вам очень очень признательна но вот базы в новой формуле они однозначно у нас будут линейка однозначно будет расширяться и на сегодняшний день процессом нашего тестирования я конечно уже уже сейчас довольна потому что мне нравится вязкость мне нравится такой очень комфорт в работе мне нравится как она стоит и носятся даже на очень проблемных ногтях на которых например там текущие базы в некоторых случаях не держатся да потому что но это объективно это не секрет то что не все сто процента подходит всем клиентам на ком-то стоит на ком-то не стоит эйсбейс очень крутые согласно плюсик я прям поддерживаю так я смотрите цвета не все выложила просто физически на столе не помещаются вы можете зайти на ими shop и актуально посмотреть по объему по наличию там по ценнику потому что конечно же и цену я сто процентов по всем продуктам не могу упомнить так следующая база которых мне хотелось бы поговорить еще это файбербаза файбербаза это тоже скульптурная база предназначена также для укрепления натуральных ногтей и еще один момент файбербаза она достаточно жесткая и позволяет нам выполнять полноценное моделирование то есть файбербаза вы можете даже наращивать свободный край и ей же выполняют сверху укрепление я не рекомендую делать вам это там в пять шесть единиц там моделировать файбербаза и стилеты это просто ну как бы усложнит вам жизнь вашу работу конечно для максимально там длинных ногтей там с какими-то экстремальными формами там для арочных ногтей нет не подойдет но таком классическом варианте два два с половиной совершенно свободно можно файбербаза работать в качестве наращивания чем она у нас принципиально отличается от других продуктов тем что в ее составе есть искусственно файбер волокно то есть это синтетический материал который скажем так измельчили да и такие мелкие воросинки мелкое синтетическое волокно присутствуют в составе я не знаю насколько сейчас у нас качество эфира позволит прям максимально посмотреть ну вот на просвет капельку уберу если видно будет капельку покрутить в ней прям видны искусственные синтетические волокна это видно только в прозрачке в скульптуре вы так визуально этого не увидите файбер волокна в этой базе предназначены для того чтобы в процессе полимеризации создавался жесткий каркас то есть это такое армирующее волокно которое создает дополнительную прочность нашему маникюру нашему покрытию файбербазы также представлены в разных цветах есть очень красивые но они все пожалуй красивые оттенки и с легким шиммером молочные с перламутром и там более натуральные и розовые то есть тут как бы цвета тоже представлены очень красивые файбербазу могу еще порекомендовать вам в качестве укрепления натуральных ногтей в совмещении с например с твердым гелем с запечаткой результат вообще просто бомбически то есть клиент когда вы делаете запечатку в зоне свободного края например это можно сделать вот смотрите у нас получается примеру до натуральный ноготок свободный край и мы натурал композитом либо soft pink желе по периметру от одного ногтевого в роста к другому ногтевому в росту по периметру выстраиваем скажем так такую колбаску толщину из более твердого геля это один вариант и сверху укрепление выполняем файбербазой получаем максимально жесткую такую хорошо носибельную конструкцию либо еще один вариант в качестве сочетания можно на одну треть ногтевого ложа до в зоне свободного края переходя на стрессовую зону по поверхности использовать тоненьким слоем пройти например там тем же самым акригелем особенно если клиент хочет такой четкий идеально четкий квадрат можно прийти акригелем сверху выполнить укрепление файбером по большому счету в принципе все скульптурные базы можно использовать в сочетании с твердыми гелевыми системами но только делать это нужно в системе когда у вас сначала твердый гель в качестве основы а сверху в качестве укрепления там декоративного эффекта в качестве цветного покрытия у вас идет скульптурная база да не наоборот чтобы подложка была жестче чем то что у нас по поверхности но и без этого укрепления файбер базы тоже будут прекрасно стоит стоять прекрасно будут носиться это что касается в файберов далее еще хотелось бы сказать о еще одном продукте это конечно же эйсбейс это цветные цветные гель лаковой базы тоже я не беру все цвета потому что их большое количество просто для сравнения более нюдовые оттенки более яркие светлые яркие и более светлые эйсбейс что это вообще такое когда мы ее создавали эту базу когда мы разрабатывали когда мы тестировали основной упор и основной концепт и главная фишка этого продукта была в том чтобы это была и база и цветное покрытие в одном флаконе то есть это материал который где-то может претерпевать косяки в моделировании там чуть-чуть для не доложили толщины где-то сделали потоньше свободный край вот то есть здесь в принципе эйсбейс она как бы идеально потому что она терпит все вот эти вот истории цвета абсолютно разные вязкость очень многие мастера говорят о том что материал на их взгляд кажется что он жидкий объясню это чем то есть на мой скажем так вкус я бы может тоже хотела чтобы она была такая более более густая но здесь очень плотный цветовой пигмент то есть это действительно фактически цвет и если такой плотный цветовой пигмент доводить до консистенции например то вот той же самой файбер базы очень густой на то мы не получим такую просыхаемость пигмента здесь мы абсолютно уверены в том что база просыхает просыхает в хороший слой просыхает толщину время полимеризации две минуты как и остальных тоже продуктов вот работать ей рекомендую в качестве не в качестве а по аналогии тоже заговариваю с меня второй эфир больше часа я в разговорах работать эйсбейс я вам предлагаю в формате цветного покрытия то есть представьте себе что у вас не базовое покрытие а у вас цветное покрытие как правило цветом мы покрываем в два слоя вот здесь можно то же самое сделать первый слой мы доводим кисть до кутикулы насколько позволяет перекрываем по поверхности перекрываем торец и можно добавить в капельку в центр и например наполнить центральный продольный изгиб перевернуть сцентровать так она жиденько она будет у вас быстренько собираться и будет хорошо сама выравниваться просушиваем первый слой а вторым слоем можно что сделать отодвинуть кутикулу также как мы делаем цветным покрытием при помощи пушера при помощи апельсиновой палочки отодвигаем задний валик и например подталкиваем уже переходя вот эту границу и так как это ну цвет да то есть понимаем что это фактически цветное покрытие посмотрите какое яркое конечно нам не захочется перекрывать его дополнительно цветом по аналогии с цветным покрытием можно взять линя ручку и подтолкнуть максимально насколько близко вам позволяет и наполнить еще немного по поверхности и уже дополнить по бокам потому что база в любом случае чуть-чуть просядет и как бы покрытие получится максимально чистое максимально правильное с точки зрения архитектуры то есть вот у из бейс есть такие нюансы этот цветник скажем так густой густой цветник да но если сравнивать например ее с файбербазой то конечно по вязкости файбербаза будет гораздо гуще файбербазой можно как покрытие поставить капельку и сделать выравнивание то есть здесь у нас вот такой принцип в работе девочки я сейчас прочитаю вопросы напишите пожалуйста видно меня слышно хорошо у меня тут получается что твини во флаконах все таки жестче чем из бейс твини во флаконах смысле вы имеете ввиду твини базы гель лаковые правильно у из бейс вообще совсем другая формула то есть если мы по формуле возьмем то у нас допустим там те же самые твини да и обычные скульптуры они похожи у эсбейс вообще это совсем другая формула это как бы две совсем разные истории если вы попробуете по ощущениям попилить например обычную базу и эсбейс получится абсолютно разный эффект обычная база будет пилиться ну как любой мастер который когда-то опиливал базу эти ощущения понимают что когда вы пилите у вас все таки чувствуется что материал ну где-то амортизирующий где-то вот мягковатый в сравнении например с супер твердыми да то эсбейс она по ощущениям будет опиливаться твердое гелевое покрытие будет такая мелкодисперсная пыль будет хорошо стоять поперечная арка и по ощущениям при работе что пилочкой что фрезой эсбейс будет пилиться по другому и по жесткости я бы все таки сказала что эсбейс будет конечно жестче чем ты не однозначно по поводу эсбейса еще один момент опять-таки отсылка к ее созданию изначально мы эсбейс создавали как супер такая база супермен которая даже не предполагает дополнительного базового покрытия под скульптуру и тестировали и работали с ней вот вообще без базы то есть подготовили ноготь обезжирили nail prep нанесли например ультрабонд и сразу выполнили покрытие и она дала хорошие результаты она хорошо стоит но все-таки некоторые мастера в качестве дополнительной адгези наносит базу вот с эсбейсом вы можете это делать можете не делать то есть на свое усмотрение на как бы своих клиентов ориентируйтесь на то как они носят ногти как они пользуются ногтями и с чем они к вам приходят на коррекцию а если говорить о скульптурах вот о классических скульптурах цветным покрытием то базовое покрытие обязательно я рекомендую вам наносить так девочки я сейчас вопросики то есть по базам по части вот раскладки по полочкам я закончила я сейчас приду по вопросам которые вы задавали отвечу на ваши вопросы по отвечаю ну и дополнительно если что-то еще привет опять всем так если еще что-то возникнет на вас я отвечу по файбер по файбер ну по файбербазам я рассказала я думаю что в общем то достаточно детально файбербазы у нас отличаются тем что в составе искусственные волокна присутствуют в отличие от других скульптурных баз здесь мы имеем искусственно синтетическое волокно так кера огонь файбер милк немного печет и все да действительно это так по поводу пекучести есть менее пекучие более пекучей базы и плюс еще накладывайте на это индивидуальную чувствительность по клиентам я могу сказать что вот с моделями работаю да в плане тестирования ставим новые продукты смотрим и у меня один и тот же продукт может кто-то из модели отмечает да так как в все это у нас четко то есть все это под протокол естественно по каждому продукту дается такого очень конкретно обратная связь потому что ну как бы да это очень важно для выпуска качественной продукции и кто-то из моделей у меня на один и тот же продукт может дать абсолютно разную обратную связь кто-то говорит о том что они очень сильно печет там чуть ли не 10 по десятибалльной шкале а кто-то говорит я вообще даже тепла не чувствую поэтому здесь тоже это все очень индивидуально так можете провести эксперимент прямом эфире немножко каждой базы на бумагу после полимеризации погнуть их чтобы понимать консистенцию и эластичность да можем давайте сейчас посмотрим так огонь так самые крутые то файбер базы да вам нравится можно добавить цвета по поводу цветов тоже напишите добавить цвета какие нюдовые светлые яркие темные то что вам хочется необходимость чтобы базы были более жесткие чтобы они не спиливались полностью при коррекции так поняла вас хорошо в общем то базу необходимости даже те базы которые на сегодняшний день представлены скульптурных не обязательно полностью списывать при коррекции можно также на одну треть отросшую часть выполнять до достраивать архитектуру но запрос по жесткости я поняла спасибо вам за обратную связь для меня жидкий но ты на речь по избе из было файбер да так получается что ты не во флаконах жёстче чем избейс я бы сказала что избейс более жесткие все видно и слышно сколько новых цветов у новых баз я тут тем кто может чуть позже присоединился немножечко спойлер у меня такой был сам испирится я вас поняла по поводу жесткости спасибо вам большое за связь обратно обязательно обратите внимание для меня это важно так в новых базах по цветам не скажу не скажу по цветам единственное что могу сказать что сейчас работаю в основном над камуфляжами различными вариантами оттенков камуфляжей я думаю что прям с первого сходу не будет супер линейки в плане там зеленого синего красного черного и фиолетового то есть это будет ну как бы проработка сейчас идет линейки базовой в таких нюдовых натуральных вариаций оттенков просто эта база будет в новой формуле эта новая формула мне очень нравится потому что все течет все меняется и как бы где-то подпривыкается где-то нам приходится менять историю связи с ситуацией в стране и в мире в целом связи с логистикой то есть мы ну как постараемся быть гибкими подстраиваться под обстоятельства и конечно же прежде всего под запрос мастеров и клиентов так ну пожалуй я думаю что на все вопросы ответила максимально постаралась давайте погнем там девочки попросили погнуть сейчас я не думаю что это будет сильно долго те кому интересно оставайтесь с нами попробуем погнуть сейчас я достану лампу лампу и форму смотрите по жесткости то же самое конечно же что мы можем что мы можем что мы можем определить я сейчас возьму просто бумажку от форм вот эту глянцевую сторону не саму форму а именно глянцевую сторону эксперимент смотрите вы должны понимать что вязкость у вас она разная и соответственно здесь еще все зависит от слова конечно же сейчас мы нанесем например жест бейс гель ну да наш самый такой он нанесется тоненько супер сильным слоем он не нанесется и пока я наношу и буду подсушивать напишите мне девочки потеряла в переписке имя извините пожалуйста кто меня попросил посравнивать напишите пожалуйста какую базу вы хотите сравнить я сейчас нанесла бы из гель подсушу буквально 30 секунд под память полимеризую новые комментарии так но я думаю что имеет смысл до файбербазу сравнить файбербазу с чем я бы хотела сравнить сейчас хард чтобы вы поняли вот по жесткости потому что все-таки медиум бейс и макси конечно в зависимости от толщины нанесения но они гнутся они гибкие хард она будет не будет гибкая да вот видите правильный ваш запрос ответила здесь у меня бейс гель здесь у меня сейчас будет хард обращаю ваше внимание на вязкость хард более высокой вязкости я каш нанесу ее тоньше но сильно тонко вряд ли у меня получится хард тоже подсушу и нанесем сейчас файбер давайте файбер уже для ясности файбер сейчас потеряла клер нанесем сейчас пока у меня хард подсыхает чуть-чуть подсохла я рядышком нанесу файбербазу здесь конечно не знаю насколько будет информативно в именно в формате эфира на это посмотреть потому что тут конечно нужно чувствовать своими руками своими руками своими ощущениями то есть как она гнется как она проседает до какой степени она сгибается например а потом лопается то есть тут нужно все смотреть эти же подсохла именно по ощущениям сейчас я вот эти два вариантика тоже подсушу здесь у нас хард и здесь у нас бейс гель самый жиденький и мы посмотрим по опилу тоже разница будет чувствоваться бейс гель будет опиливаться очень очень мягко файбер база будет чувствоваться что это именно базовое покрытие она будет опиливаться более жестко но все равно вы будете понимать что вы не с твердым гелем работаете а то что касается хард базы она будет пилиться полноценно как твердый гель мелкодисперсной пыль и у пылька это будет слетать ну то есть будет так это у нас это у нас хард девочки это у нас бейс и здесь у нас я сейчас дам несколько секунд ас на то чтобы они остыли потому что по горячему гнется все то что у нас горячая горячая будет гнется все обезжириваю так ну что поехали это бы из гель давайте чуть чуть выше на самом деле очень увлекательная тема смотрите ну как бы особых усилий я не предпринимаю и делаю акцент на том что когда я ее растягиваю вот я в руках чувствую такую вот амортизацию она мне чуть чуть тянется как вот ну как резиночка да в допустимых пределах я ее сгибаю напополам согнула сильно то есть она согнулась напополам и только после этого лопнула лопать и ломаться девочки будет все абсолютно это у меня хард база она абсолютно никак не тянется то есть я ее тяну и не чувствую какой-либо амортизации услышали щелчок то есть даже по щелчку я ее согнула и она сразу сломалась потому что она более жестко вот видите разница да по проседанию мягкий бейс гель и хард согнула видите согнулась и уже маленький кусочек я сгибаю полностью она не лопается здесь у меня произошел щелчок то есть при полном сгибании она лопнула сразу по ощущениям мы чувствуем жесткость насколько одна мягче другая жестко здесь у нас файбер база тоже она гнется тоже я чувствую что она при растягивании вот как резиночка на сопротивление растягиваю настягивается обратно я ее сгибаю видите полностью согнула но при этом она у меня не лопнула надавливаю сильно и она все равно не лопается смотрите я прям для того чтобы она лопнула то есть вот она за счет этих волокон на сочетает себе вот эту как бы гибкость и при этом прочность даже если я прокачусь по ней вот апельсиновой палочкой то есть мне чтобы она лопнула нужно приложить как будто погнуть ее в разных плоскостях и все равно ведь она не ломается можно только разорвать вот она вот такая разница у нас получается я надеюсь что я бы ответила на ваш вопрос сложно объяснить свои ощущениями донести свои ощущения когда вы пробуете вы можете попробовать сами да также сполимеризовали на бумажечке и также попробовали разницу в нанесениях пожалуйста с удовольствием отвечаю на ваши вопросы под файбер базы нужна ли подложка смотрите в под файвер базу в общем то можно подложку не наносить например под файбер которая клер прозрачно я бы не заморачивалась вообще подложку не наносила когда речь у нас идет о камуфляже вот вы поймите о любом камуфляже абсолютно любом сильно пигментирован не сильно пигментирован у нас есть база которая несет функцию базы да то есть это база которая предназначена ну как бы в кавычке берем до 100 процентов ничего не бывает но база предназначена для стопроцентной адгезии то есть для стопроцентного прикрепления когда мы берем базу которая в своем составе то есть это в любом случае прозрачный базис до в которой добавлен тот или иной там цветной пигмент на добавлен фотоинициатор для просыхания и как бы куча куча еще компонентов там для того чтобы она сохраняла вот как бы стойкость чтобы пигмент не оседал то есть там на самом деле очень очень много этих факторов и вот здесь эта база несущая функцию базы а здесь база несущую еще функцию цвета и мы понимаем что здесь у нас но физически не может быть такой же адгезии как у база жидкая поэтому вы всегда должны принимать решение исходя из того какие ногти у вашего клиента как они ходят анализировать запоминать что вы ставили предыдущий раз смотреть как база та или иная ведет себя у конкретного человека со стороны кутикулы а при следующей коррекции как она ведет себя со стороны свободного края отмечать это и уже на основании этого делать свои выводы нужно вам подложку наносить под цветное покрытие либо не нужно да то есть кто-то дома не делает но фактически руками да ничего и там есть например специальные люди да которые помощники по дому и так далее и это одно пользование руками а кто-то мамочка у которой там четверо-пятеро детей садики стирка ручная и так далее поэтому здесь конечно всегда ориентируйтесь не на то что написано на флаконе ориентируйтесь на своих клиентов так ну что на вопросы ответила я надеюсь что эфир был полезным информативным немножечко разобрались в скульптурных базах то чем они друг от друга отличаются еще раз повторюсь на нашем сайте мишоп вы можете посмотреть всю актуальную информацию касающиеся объемов наличия цены как бы здесь вы можете уже на сайте все посмотреть и совсем ознакомиться если у вас остались какие-то вопросы или дополнительно они возникнут пишите в комментариях с радостью ответим и поможем разобраться спасибо девочки и вам спасибо большое за внимание и всем желаю отличного хорошего дня хорошей недели и вообще всех благ всего